Как похудеть? Нужно ли худеть? Какой оптимальный боевой вес спортсмена? В этом выпуске мы поговорим о спорте, весе и похудении. Вперед! Меня зовут Юра Юрченко, вы смотрите канал W, и здесь вы найдете все о любительском спорте. Не забудьте подписаться. Вечная тема веса и похудения породила огромное количество саморазнообразной, порой противоречивой информации. Необходимо жестко фильтровать подобную информацию, чтобы не допустить ошибок. Поэтому за консультацией я обратился к человеку, который имеет огромный опыт в спортивной медицине и диетологии. Меня зовут Акимов Евгений Сергеевич, я врач-клинический фармаколог Республиканского научно-практического центра спорта. Кроме этого, 5 лет являюсь врачом спортивной медицины в различных футбольных клубах Республики Беларусь. Был врачом национальной сборной по легкой атлетике. Кроме этого, работал персональным тренером в тренажерном зале. Также являюсь консультантом национального антидопингового агентства. Ну и сейчас уже более полугода являюсь основателем центра спортивно-медицинских консультаций PowerDog. Если вы занимаетесь спортом, то скорее всего замечали, что ваш вес в течение года постоянно меняется. Это абсолютно нормально, если, конечно, эти изменения не достигают критических значений. Безусловно, по ходу сезона вес должен меняться, потому что чем выше уровень нагрузок, тем, как правило, должен быть меньше вес спортсмена. Связано это с тем, что тренировки становятся с большим энергопотреблением. Соответственно, тот рацион, с которым спортсмен заходил в старт сезона, он уже несколько не удовлетворяет по энергетическим соопасам. И спортсмен начинает терять вес. В каждом конкретном случае это хорошо или плохо. Если спортсмен начинал с избыточным весом, то, безусловно, это оказывает улучшающий фактор. Если у нас присутствует дефицит массы тела, и данный процесс способствует снижению мышечной массы, то в каком-то случае может иметь и неблагоприятный эффект. То есть абсолютно нормально видеть разные цифры на весах в течение года. Но, как только мы приближаемся к стартам и ответственным соревнованиям, вес начинает играть все более и более важную роль. И далеко не всегда снижение веса ведет к улучшению результата. Необходимо искать баланс между весом и максимально эффективностью организма. На стыке этих показателей рождается такое понятие, как боевой вес. Боевой вес – это такое понятие среди спортсменов, вес, при котором спортсмен показывает наилучшие атлетические результаты. Скорость, выносливость и так далее. Для каждого спортсмена он, безусловно, индивидуален. Поэтому спортсмен, как правило, находится в поисках своего боевого веса. Идеального веса с наибольшим атлетизмом. Здесь важно понимать, что в зависимости от того, каким видом спорта вы занимаетесь и какие цели преследуете, оптимальный боевой вес может быть совершенно разным. Например, в единоборствах и тяжелой атлетике больше вес в большинстве случаев будет преимуществом. А если рассмотреть классические любительские виды спорта, такие как плавание, велоспорт, бег и триатлон, то здесь возможны варианты. Например, в плавании, опять же мы говорим о любительском спорте, вес практически не имеет значения. В велоспорте вес имеет прямую связь с мощностью, которую может выдать спортсмен. Соответственно, излишняя потеря веса может отрицательно повлиять на результат. В беге многое зависит от дистанции. Всем известный Элиот Кепчоги, который сделал невозможное и выбежал марафон из двух часов, совсем миниатюрный спортсмен. При росте 167 см он весит 52 кг, а спринтер Усейн Болт куда более атлетичный парень. 94 кг на 195 см роста. Чем больше вес, тем больше энергии нужно затратить для того, чтобы преодолеть расстояние. Соответственно, в беге чем длиннее дистанция, тем важнее вес. Таким образом, неправильно будет поставить себе задачу просто как можно больше снизить вес. Важно отталкиваться от ваших задач и, основываясь на них, определить максимально эффективный боевой вес. Важен баланс веса и продуктивности организма. Кто-то, кто более профессионально, уже знает свой боевой вес. А спортсмены-новички, они, как правило, целятся на какой-то процент жировой клетчатки, на какой-то вес, который есть у спортсменов-профессионалов. Топовые триатлеты, такие как, например, Ян Фродена или Алистер Браунли, уж точно знают свой боевой вес и показывают нам, к чему нужно стремиться. Но, как известно, не сотвори себе кумира. Боевой вес – строго индивидуальный показатель. Как же определить свой боевой вес? Существуют различные формулы для определения оптимального веса. Классическое – это рост минус 100, и в результате получится ваш оптимальный вес. Ну, как вы сами понимаете, это лишь примерный показатель. Например, у меня получается идеальный вес 85 килограмм, что явно многовато. 85 килограмм... Честно говоря, я и не помню, весил ли я когда-нибудь 85. Мой вес в течение года варьируется примерно от 77 до 82 килограмм. Друзья, напишите в комментариях, какой у вас рост и вес, и как сильно вес меняется в течение года. Очень интересно будет посмотреть. Существуют даже разные калькуляторы, которые дают возможность посчитать оптимальный вес для разных дистанций. Ссылочку я оставлю в описании. При желании можете поиграть с разными параметрами. Но опять же, как вы сами прекрасно понимаете, никакой общей универсальной формулы не существует. Вес это строго индивидуально. А определить свой боевой оптимальный вес можно опытным путем в зависимости от поставленных задач. А уже с опытом вы сами будете понимать, какой ваш идеальный вес для той или иной дистанции. Как контролировать свой вес? Взвешиваться каждый час, каждый день, каждую неделю? Все зависит от направленности тренировочного процесса. Если вы только устанавливаете свой тренировочный процесс, то есть, то есть, смысл взвешиваться каждое утро и после каждой тренировки. Для того, чтобы понимать, сколько вы теряете веса за тренировку. Можно примерно предполагать, какой дефицит воды вы создали за эту тренировку. Это поможет вам сыграть правильно в плане обеспечения своего водного баланса. Если вы, наоборот, настроены снизить вес, то в большинстве случаев не рекомендуют ежедневное взвешивание. Почему? Потому что ежедневное взвешивание, когда человек не видит быстрого результата, он начинает терять мотивацию. В таких случаях рекомендуют взвешивание раз в неделю. Примерно в одно и то же время натощак. То есть, человек проснулся, допустим, это суббота, посетил туалет и взвесился натощак, определив свою тощую массу, скажем так. Вот. Раз в неделю не чаще. Кроме стандартного взвешивания, чтобы следить за своей формой, можно использовать такой показатель, как процент жировой клетчатки. Ну, мы, допустим, для этого используем калипометрический метод. Наиболее простой метод. Он заключается в определении толщины кожной жировой складки. Смысл в том, что в определенных точках у спортсмена осуществляется защипы кожи и определяется толщина подкожно-жировой клетчатки. Далее, по специальным таблицам, либо калькуляторам высчитывается процент подкожного жира. Для людей, не страдающих ожирением второй-третьей степени, то есть выраженным ожирением, этот метод очень хорош. Единственное, чего он не может учесть, это висцеральное ожирение, то есть копление жира на внутренних органов. Но если, опять же, я говорю, мы не контактируем, не имеем дела со спортсменом-новичком, который имеет крайне избыточную массу тела, то способ очень простой и хороший. Это наш калипер. Прибор для измерения толщины жировой клетчатки. В чем смысл? Мы захватываем пальчиками жировую клетчатку в определенных местах, потом захватываем браншами калипера. Почему нам нужен электронный прибор? Есть похожие в виде штангель-циркуля, но самая большая проблема – это с какой силой сдавить жировую клетчатку. В данном случае в приборе есть такая лента с регулятором силы сдавления, и она каждый раз сдавливается одним и тем же усилием, что позволяет исключить человеческий фактор. Ну и, соответственно, места мы обычно измеряем на теле от костных ориентиров, чтобы каждый раз пупок, условно говоря, не искать в разных местах. И получается очень точный метод измерения. Я часто помогаю спортсменам-бодибилдерам. В процессе подготовки к соревнованиям они очень хорошо видят динамику снижения жировой клетчатки. И некоторые даже знают, что они на конкретной толщиной жировой клетчатки находятся в той самой боевой форме, о которой мы с вами говорили. Если мы говорим про виды спорта на выносливость, то процент жировой клетчатки, как правило, должен быть 8 и даже меньше процентов. Ну вот это вот у большинства спортсменов высокого класса примерно такой процент жировой клетчатки является оптимальным, ну или боевым весом. Друзья, мы с вами занимаемся бегом, плаванием, велоспортом и так далее. Но способствует ли спорт на выносливость похудению? Да, безусловно. Дело в том, что основным источником энергообеспечения в этих видах спорта являются непосредственно свободные жирные кислоты, кетоновые тела, ну и в каком-то смысле гликоген мышц и печени. И это те основные энергосубстраты, которые обеспечивают в процессе данной тренировочной соревновательной деятельности, обеспечивают движение. Поэтому виды спорта на выносливость, безусловно, способствуют снижению массы тела. Тренируют сердечно-судистую систему. Это, наверное, из всех видов спорта в плане, скажем так, требований к проценту жировой клетчатки одни из самых жестких. Друзья, мы бегаем, плаваем, крутим педали и получаем от этого бонусы в виде красивого тела. Многие занимаются спортом для того, чтобы похудеть. Но одного спорта здесь недостаточно. Тут самое важное это соотношение физической нагрузки и диеты. То есть можно бегать огромные расстояния и бегать очень интенсивно и бегать с нагрузкой и не добиться никакого похудения, если ваш рацион будет превышать все равно ту калорийность, которую вы набегали. Поэтому, безусловно, это сочетание нагрузок с адекватным рациональным диетическим подходом. Иначе результата добиться не получится. То есть формула успеха состоит из двух слагаем. Грамотный тренировочный процесс плюс грамотное питание. Друзья, в этом видео мы узнали, что вес играет важную роль в достижении спортивных результатов. Вес меняется в течение года и это абсолютно нормально. Ваша задача и задача вашего тренера определить оптимальный боевой вес для достижения поставленной цели. И прийти к этому весу в нужный момент. А если вы сейчас находитесь в начале своего спортивного пути и имеете лишний вес, то, конечно же, сами прекрасно понимаете, что ничего хорошего в этом лишнем весе нет. Он неблагоприятно влияет на опорно-двигательный аппарат, связки суставы, а также повышает риск развития онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Спорт может творить чудеса. Я лично знаю людей, которые трансформировали свое тело просто до неузнаваемости. Тем самым качественно улучшив свою жизнь. И у вас обязательно все получится. Как мы с вами выяснили, один только спорт не является гарантией снижения веса. Формула успеха заключается в грамотном тренировочном процессе и сбалансированном питании. Да, безусловно. Питание должно обеспечивать энергией, витаминами, минералами, нутриентами этого спортсмена, эту, скажем, машину биологическую, которая выполняет ту задачу, которую ставит перед ней тренер. Если совсем просто, то для того, чтобы похудеть, нужно расходовать больше калорий, чем мы употребляем. Но вопрос калорийности, да и питание в целом, далеко не самый простой. Это касается не только спортсменов. Питание подстраивается под образ жизни человека. То есть, если он ведет активный образ жизни, если большой объем тренировочной работы, то, соответственно, можем позволить себе достаточно высокую калорийность. Если человек ведет малоактивный образ жизни, и у него там всего 2-3, скажем, часовых тренировки в неделю, то практически у нас будет калорийность близка к обычному человеку, не занятым тяжелым физическим трудом. Поэтому, безусловно, первична физическая активность, вторична подстройка под нее диетологического обеспечения. В следующем видео, которое выйдет через неделю, мы подробно разберем вопрос правильного сбалансированного питания. Поговорим о калориях, соотношениях БЖУ, белков, жиров, углеводов, диетах и так далее. В общем, полностью разберем вопрос правильного питания. Поэтому не забудьте подписаться на канал W, чтобы не пропустить полезную информацию. Будем вместе стремиться обрести идеальную форму. Хороших вам тренировок и стартов! Пока!